Последние дни года заставляет любого человека задуматься о том, что ему принес год уходящий, какие планы удалось воплотить и над чем еще предстоит серьезно поработать. Влезется к завершению 2017 год. Каким он был для нашего района, что сделано и что предстоит еще сделать. Начнем с сельского хозяйства. Завру Мусович, наш район традиционно считается аграрным. Каким был уходящий год для наших сельхозтоваропроизводителей? Действительно, наш район аграрный. На сегодняшний день в нашем районе работает около 800 христианско-феймерских хозяйств. Это и крупные, и мелкие феймерские хозяйства. Значит, уходящий год по урожайности был, скажем так, неплохой год урожайный. Он был год. Значит, феймеры добились в этом году высоких урожаев, валов, сборы у нас по культурам. Значит, они, конечно, позапрошлым году у нас больше было валов, сборов, в этом году чуть меньше, но, тем не менее, неплохие результаты показали, работали слаженно. Единственный момент, хотел бы отметить, в этом году цены на зерно, они были ниже, чем позапрошлым году. Как бы, и вот это вот чуть их действовало, цены на зерно. А так, если в целом взять, значит, в уходящем году у нас, как бы, прибавились по культурам, это овощные культуры добавились, то, что мы считаем приоритетным на сегодняшний день. Считаем, что на следующий год их больше будет засеваться под овощи. Какие приоритеты Вы определили для себя в работе в 2018 году? В 2018 году, значит, основными приоритетами в сельском хозяйстве, мы считаем, это, значит, принимать больше участия в программах, которые реализуются у нас в республике. Это семейная животноводческая ферма и начинающий фемер. Эти программы действительно помогают нашим фемерам развивать животноводство в первую очередь, потом же, значит, закупать новую технику для обработки сельскохозяйственных культур. Если считать в целом по району, значит, программа работы с 2012 года, и на сегодняшний день, значит, по этой программе у нас приняло участие 55 сельскохозяйственных хозяйств на общую сумму где-то около 110 миллионов. Это и покупка КРС, реконструкция ферм, животноводческих объектов, строительство птицефермы, ну и покупка сельскохозяйственной, новой сельскохозяйственной техники. И в 2018 году мы, опять же, планируем принимать участие также в хорошем объеме. Значит, также приоритетно мы считаем, значит, больше заниматься овощеводством в районе, животноводством. Ну и обязательно, конечно, мы, как бы, каждый год ставим от общей пашни засевать 50% зерновых колоссовых культур. И в этом году, конечно, мы тоже не будем отсевать в будущем году на посевы, значит, озимых зерновых колоссовых культур. 50% пашни мы, значит, будем засевать озимые зерновые. Заврум Савич, в канун Нового года, что бы Вы хотели пожелать аграриям, да и не только, жить всем жителям района в целом? В первую очередь, конечно, всем жителям Кашхабрского района в Новом году хочу пожелать здоровья, счастья, мирного неба над головой всем. Также хочу всем сельскохозяйственным производителям пожелать хороших налаженных, слаженных работ, хороших урожаев. И самое главное – это хороших цен на продукцию. То, что напрямую зависит их дальнейшая работа, это цены, значит, хороших, конечно, цены. Диапазон значения культуры поистине безграничен. А культура – это традиции, обычаи, социальные нормы, правила, регулирующие поведение тех, кто живет сейчас и передаваемые тем, кто будет жить завтра. Развитие и организация культуры является неотъемлемой частью жизни и процветания населения нашего района. Сфера культуры живет не только в буклетах и слайдах презентации. Ее носители – люди, профессионалы своего дела. Рауф Мурадинович, с какими итогами подошло управление культурой к концу этого года? Должен сказать, что уходящий год для нас не был самым плохим. У нас есть результаты, о которых я вкратце вам скажу. Начну с Центра народной культуры, в здании, где мы находимся. Вы, наверное, заметили и заметили это все, что здание приобрело довольно-таки симпатичный вид. Вместо обшарпанного, не очень ухоженного здания, мы имеем теперь светлое, очень симпатичное здание, где заменены окна, приведена в порядок канализации и санузел, и люди стали испытывать просто элементарное удобство, которое отсутствовали за много-много лет. Что касается наших успехов и достижений, конечно, прошедший год не состоит из одних достижений, но нам есть чем гордиться. Главное событие культурной жизни по линии Центра народной культуры – это ежегодный конкурс «Лучший культработник года». И к нашей великой радости это звание «Лучший культработник года» занял наш коллега Алексей Толмачев из Натрыбовского сельского дома культуры, чему мы очень рады. Мы можем очень много рассказывать о наших планах, мы можем рассказывать о наших достижениях. Учащиеся ДШИ, люди, которые работают при кружках при Центре народной культуры, принимали участие в огромном количестве региональных, краевых, международных и всероссийских конкурсах. Всех их не перечислить. Я просто напомню основные конкурсы. Это «Брависсимо», это «Люблю тебя мой край», «Парифония сердец» и так далее. Я могу сказать, что по итогам этих международных конкурсов учащиеся ДШИ взяли 66 дипломов лауреатов различных степеней. Согласитесь, для сельской глубинки это довольно-таки неплохой результат. Мы можем сказать, что ДШИ по итогам уходящего года вошла в пятерку лучших ДШИ, их всего 22 республики. И на республиканском конкурсе уверенно заняла второе место. Будем надеяться на лучшие результаты. Что касается библиотечной системы, здесь работают скромные, трудолюбивые, любящие свое дело. Их работа не так видна, их работа не настолько наглядна, но тем не менее они очень грамотно делают свое дело. Количество читателей, пусть хоть и медленно, но все-таки увеличивается. Работники библиотек вносят большой вклад в развитие общественных связей и налаживание межнациональных отношений. Только в этом году совместно с коллегами из Курганинского района они провели два совместных мероприятия, которые привлекли внимание большого количества людей. По линии, опять я возвращаюсь в Центр народной культуры, у нас есть много кружков и направлений. Одним из них это детский театр Камсиль, которым руководит Белла Цаликова. Они участвовали во многих мероприятиях и сейчас мы их готовим, бумаги, с тем, чтобы этому коллективу присвоили звание образцов. Новый год это не только подведение итогов, но и планы на будущее. Что ждет жителей района в перспективе? Конечно, Новый год это, наверное, самый светлый, самый теплый, самый домашний праздник. Он лишен любой политической, национальной, религиозной принадлежности. Поэтому наш общий праздник. Новогодние мероприятия мы начинаем буквально с понедельника. В понедельник, 25 числа, детский театр Камсиль выезжает к своим маленьким друзьям в аул Ходз, где даст им маленький детский спектакль. После этого, на следующий год, этот спектакль, 26 числа, будет показан здесь, в здании Центра народной культуры. Мероприятие начнется в 16.00. Приглашаем всех желающих. 28 декабря в 15.00 в Центре народной культуры будет дан большой праздничный концерт. И поэтому я, пользуясь случаем, хочу пригласить наших земляков прийти на этот концерт и немного хотя бы отдохнуть. То же самое касается детской школы искусств, где 20, если я не ошибаюсь, 7 числа будет дан новогодний концерт. Я думаю, без особого приглашения зал будет забит родителями, бабушками и просто любителями детского творчества. Дмитрий Владимирович, и завершающий вопрос. Чего вы ждете от наступающего года и вашего пожелания жить? Конечно же, как и любой здравомыслящий человек, и я, и мои коллеги ждут от Нового года чего-то необычного, чего-то радостного. Точно так же, как дети ждут чего-то необычного под Новый год, наверное, и взрослые мы не лишены этого. Желаю, чтобы все наши планы, пусть даже детские и розовые, материализовались. Желаю здоровья, семейного уюта, благополучия в каждую семью, взаимопонимания человеческих отношений. Образование всегда было одной из самых важных сфер общественной жизни, отражающей все ее позитивные изменения. Главная цель образовательных учреждений – подготовить обучающихся к новым задачам, которые ставят перед нами время. Позади 2017 год, наполненный событиями, радостными и не очень напряженным трудом, принятием ответственных решений в плане образования. Каковы же его основные события и результаты? Об этом нам подробно рассказала начальник управления образования Ася Берзегова. Новый год – это самый долгожданный праздник, как для детей, так и для взрослых. Кроме всего прочего хорошего, что он имеет, несет еще в себе ожидание чуда, стремление к лучшему. 2017 год, я считаю, для системы образования в целом неплохо завершается. Есть достижения, которыми можно гордиться по праву. Хотела бы начать с маленьких героев Кашхабльского района. Это Кулов Амир, ученик общеобразовательной школы номер 5, Ауладли Чепсин. Все наслышаны о нем, о его подвиге в районе, который своим мужеством, своими правильными поступками спас жизнь взрослого человека и целое домовладение. Он же принимал участие во Всероссийском форуме в Москве. Далее хотелось бы отметить Кучмеза Вашамиля, ученик общеобразовательной школы номер 3, который тоже спас двух девочек, тонувших на реке. Кроме этих маленьких героев, хотелось бы отметить самые высокие достижения, я считаю, федерального уровня. Это Дана Дагужиева, ученица средней общеобразовательной школы номер 3, Аулы Гюрухай, заняла второе место в Москве во Всероссийской Олимпиаде школьников и студентов. И по праву она от победителя Всероссийской Олимпиады, отстав лишь на два балла, заняла второе место. Она же стала стипендиатом молодежи, десяти лучших по республике. Затем Дарина Капшорова, ученица пятого класса ООЛа Гючипсин, стала победителем регионального этапа конкурса сочинений, принимала участие на федеральном уровне. Дана Чужева стала победителем федерального уровня конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее». И так можно перечислять эти достижения регионального, муниципального уровня. Но я считаю, федеральный уровень – это самое высокое достижение системы образования в районе. И потом, государственную итоговую аттестацию, я считаю, в этом году сдали хорошо, неплохо. Тем более, что девятиклассники в этом году впервые сдавали под камерами. Есть, конечно, школы, которые показали низкие результаты в районе, но в преддверии Нового года не хотелось бы на них акцентировать внимание. Эти школы поставили уже, определили свои задачи, работают над устранением этих замечаний. Поэтому не будем о недостатках говорить перед Новым годом. Одиннадцатиклассники все сдали государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты. Я считаю, это хорошо. Но есть дети, которые набрали в этом году более 90 баллов. Их число увеличилось тоже неплохо. Неплохо завершить год – это, конечно, хорошо, наверное. Но я думаю, что все мечтают о том, чтобы дети наши были здоровы, и чтобы они не неплохо сдали государственную итоговую аттестацию, а улучшили намного свои результаты. Были бы среди них и стобальники, повысили бы качество образования во всех образовательных учреждениях. И пожелаем им, чтобы мечты всех детей и всех взрослых сбылись в новом 2018 году. Коллег, обучающихся, всех жителей района, хотелось бы от души поздравить с наступающим Новым годом. Желаю всем благополучия, счастья, много радости, исполнения самых заветных желаний. С Новым годом! Вот и подходит к концу еще один год. Остались считанные дни, засверкают праздничными огнями новогодние елки. И мы будем праздновать наступление еще одного года, который принесет успехи и свои неудачи. А мы будем загадывать желание, чтобы успехов было больше, а неудачи обошли нас стороной. С Новым годом! С Новым годом!